У нас уже более тысячи человек в эфире. Очень круто. Еврей пишет. Тумсо, шалом алейхум, послушай твои переговоры с Магомедом, почему на русском разговаривали. Ты, наверное, хотел спросить, почему на русском не разговаривали, да? Субтитры неудобно было читать, тем более в некоторых местах ты допускал ошибки. В общем, я считаю, если твоя аудитория не только чеченцы, надо говорить на русском. Пиэс, у тебя борода, как у ортодоксального еврея. Значит, почему мы говорили на чеченском? Ну, потому что мы являемся чеченцами и мы можем говорить на своем родном языке. Но что касается, если бы я был бы инициатором этого разговора, то мы бы говорили бы на русском, конечно. Мне было бы гораздо удобнее сразу выкладывать на русском языке. Но инициатором разговора был Магомед Даудов. И к тому же Даудов, да и большинство представителей кадыровской власти, они не владеют нормально русским языком. Они и чеченским нормально не владеют, но русским еще хуже. На русском еще хуже говорят. Поэтому разговор шел на чеченском языке. Что касается, я лично сам этому очень не рад. Было очень тяжело переводить чеченского на русский. Переводить с чеченского на русский – это очень сложно. Но переводить кадыровский чеченский на русский – это втройне сложнее. Они даже на чеченском нормально не формулируют свои мысли, поэтому это очень тяжело. Я вам скажу примерно, как происходит этот процесс. За пять часов непрерывной работы, непрерывной, не отходя от компьютера, Ты сидишь пять часов, переводишь, и только 15 минут равнометража ты успеваешь за это время перевести. Поэтому это очень сложно, и вам стоило бы меня пожалеть. Что касается ошибок, к сожалению, я не имел возможности еще и все это перепроверить, потому что был очень большой объем. Если бы можно было взять титры, отпечатать текстом, потом их просто раз так и закинуть, просто текст как бы импортировать, то да, можно было бы все отредактировать. Но там не так. На каждую секунду хронометража ты накладываешь отдельный титр, потом это все перепроверять очень сложно. Если бы я этим занимался, то ролик сегодня бы не вышел. Поэтому я подумал, ладно, вы мне простите, если там будут какие-то упущения. Брат, почему ты ему не напомнил, как он старика ударил? Уалейкум ассалам. Меня уже не первый раз, кстати, об этом спрашивают. Дело в том, что я не помнил об этом, честно говоря. Это не пришло на мою память, этот случай не пришел на мою память, поэтому я ему об этом ничего не сказал. Что касается... Вы вообще должны понимать, что я не был совершенно готов к разговору с ним. Это была для меня неожиданность. Поэтому я говорил то, что по ходу разговора с ним приходило мне на мою память, мою голову, я об этом его спрашивал. Что не приходило, к сожалению, не мог, конечно, спросить. Кстати говоря, я бы хотел, пользуясь случаем, сказать Магомеду Даудову, что вообще мы с Магомедом Даудовым разошлись на том, что он сказал о том, что любой человек, любой государственный служащий, любой даже его родственник, даже его родной брат, если он причиняет людям, народу Чеченской Республики, он причиняет какой-либо вред, то такой человек является для него врагом. И он таких людей будет наказывать. Я поймал его на этом слове и сказал, что я тебе покажу таких людей, которые нарушают права людей в Республике, и я хочу, чтобы ты их наказал. И в качестве примера я ему сначала привел свой случай, что в моем отношении меня возбуждено незаконно уголовное дело, сфабриковано, что меня преследует. И я потребовал от него, во-первых, прекратить незаконное уголовное преследование, во-вторых, наказать тех, кто это уголовное преследование начал. И вот сейчас я хочу сказать Магеду Даудову, что прекратить уголовное преследование и переквалифицировать его из НВФ в экстремизм, из 208 части в 282, это не одно и то же. И я тебя предостерегаю от того, чтобы ты совершил подобные вещи, имея в виду, такими действиями ты свое слово не сдержишь. Я прекрасно знаю, что у вас там происходит сейчас, в данное время, что вы делаете. Я знаю каждый шаг, каждый шаг, который вы предпринимаете в отношении меня. Поэтому я вас предостерегаю. Если ты следуешь своему слову, то следуй. После того, как ты закроешь вопрос, касаемо меня, я тебе дам еще много, я тебе дам десятки, а может даже сотни случаев незаконного преследования, внесудебных казней, случаев нарушения прав человека в Чечне, случаев преступлений, совершенных вашей властью. И в конечном итоге мы придем к тому, что ты это вынужден будешь наказать сам себя. Надо было Даудову спеть песню «Мой адрес Советский Союз». Я просто не любитель петь песен. Почему ты игнорируешь факты? Почему наш народ забыл те времена, когда из сел в процессе зачисток забирали и убивали чеченцев? Все это было... Ахмад Хаджи остановил благодарность. Альфред Бадр, о чем разница, когда нас в процессе зачисток забирали чеченцев, как ты сказал, и убивали их? Что сегодня кадыровская власть забирает также чеченцев и убивает их? Какая разница? Мне какая разница, кто? Черная свинья меня убьет или рыжая свинья? Какая разница? Я не вижу никакой разницы. Причем разницы нет даже в юридическом плане. Это та же российская власть. Раньше это делали военнослужащие, и сегодня это делают республиканские представители МВД. Я не вижу никакой разницы, почему я должен отделять этих преступников от тех преступников. Да, те, которые совершали эти зачистки и убивали нас, они преступники, они страшные преступники. Но эти страшнее. Те были наши явные враги, а эти тоже явные враги, но эти предатели, эти похуже, похуже тех. Тунсо. Лорд, если честно, сделал одолжение, что позволил тебе, согласись, этот звонок был нужен тебе больше, чем ему. В каком смысле ты имеешь в виду? В чем его нужда для меня? Если ты имеешь в виду, что в результате этого звонка как-то в лучшую сторону повернется моя ситуация, прекратится уголовное преследование и так далее, то я не думаю. Я, конечно, я не исключаю, что так всевышний их же планы обернет против них, и они проиграют в этой битве. Но цель у них точно не такая. Вообще, вы должны одно понимать. Когда ты, когда честный человек, не преступник, обычный житель какого-либо региона в России сражается, сопротивляется, ведет борьбу с преступной властью, я сейчас не имею в виду какую-то там военную, а я имею в виду вот такую правовую борьбу. То есть, когда преступное государство преследует человека, то это всегда, всегда неравная борьба, и она выглядит так. Государство преступное, оно всегда наступает и атакует, наступает и атакует. Вот представьте ринг, два человека, какой-то гладиаторский бой, представляете? Вот два гладиатора, точнее, один гладиатор, такой мощный, опытный, такой прям убийца, а второй, это человек совершенно неподготовленный, он даже может инвалид. И вот они сражаются, и вот вы представляете, как они будут? Гладиатор будет наступать и будет его бить, наносить удары, а этот человек, вот этот честный человек, он всегда отступает и защищается, то есть отбивается от этих ударов, уворачивается от них и отступает. И вот постоянно идет вот так эта борьба, государство наступает, а ты отступаешь. И вот редко есть такие люди, как я, это процент там совершенно маленький, когда мы отступаем, защищаемся, и вот еще защищаясь, мы пытаемся еще в ответку нанести какой-то удар. Понимаете? Вот не просто мы уходим от ударов и отбиваемся, мы еще пытаемся нанести какой-то удар, который не причиняет им какого-либо вреда, но он просто их немножко раздражает. Он действует им на нервы, когда какая-то плеть по ним попадает, и это их раздражает. Вот такой просто эффект. И поэтому то, что сейчас делает лорд, позвонив мне, это очередное наступление, и это очередной удар. И все будет зависеть от того, от этого удара увернусь ли я таким образом, и смогу ли я нанести ответный так, что он получит от этого еще какой-то дискомфорт. Вот в чем будет вся разница. Но, конечно, я в этой ситуации никогда не буду атаковать. Я всегда заведомо буду слаб в этой борьбе, и я всегда буду отступать, и я всегда буду защищаться. И иногда буду наносить вот эти вот ответные такие вот небольшие такие хлистки, которые будут им не нравиться, которые будут их раздражать. Но вреда какого-то такого ощутимого это им, конечно, не принесет. Это была такая небольшая аналогия, потому что ты задал такой вопрос. Так, зачитаю вопросы в эфире, чтобы далеко не уходить. Легенда. Ассаламу алейкум, Тумсо. Мне вот что интересно по этому вопросу. Лорд знал, что ты записываешь... Лорд знал, что ты записываешь, предложил вариант разрулить все это дело. Почему ты не поставишь точку на этом деле и не разберешься с обидчиком один на один? Кстати, Лорд тебе предложил, но ты замял эту тему. Алейкум ассаламу араматуллах. Потому что я не представляю, как это будет выглядеть на практике. Каким образом ты это можешь сделать? Ну окей, ты столкнулся с несправедливостью, не с человеком. Это не человек по отношению к тебе, не с несправедливостью. Это не сосед мой, с которым мы вышли там и на лестничной площадке что-то поругались. Нет, это государство, оно совершило преступление в отношении человека. И как это так? Приедь там и сам с ним разберись. Как такое может быть? Мы что, живем в каком-то в неправовом каком-то неправовом пространстве, что ли? Как такое возможно? Нет, я как раз таки требую от Даудова, как от председателя парламента, от законодательного органа, я требую, чтобы он в правовом отношении решал эти вопросы. А не предлагал мне как-то... Это, знаете как, это то же самое, что сказать мне Тумсо, давай ты вот выйдешь с Исламом Кадыровым на ринг, там в клетку ММА выйдешь и вы разберетесь там с ним. Погоди, это я что, шоу для кого-то должен устраивать? Или это... Как это понимать? Есть... Есть государство, есть мое государство, которое оккупировано сегодня другим, и такие, как Даудов, сегодня этим государственным оккупантом поставлены наместниками на моей земле и поставлены для того, чтобы они там устанавливали закон и порядок того государства-оккупанта. Я говорю, раз ты, раз ты продался им, раз ты предал свое государство, ты предал свой народ, свою религию, тогда хотя бы то, для чего тебя это государство установило, хотя бы это верши, я говорю ему, понимаете? А что касается моих вопросов личных с кем-то, это мой личный вопрос с кем-то, я его хочу, захочу, решу, захочу, не решу, будут у меня силы, будут силы решить, я решу, не будет сил, не решу, может быть, я слаб, может быть, у меня нет сегодня такой силы, что если, допустим, завтра человек слабый, инвалид, если у него, его права будут нарушены, вы ему скажете, давай, иди и сам разберись с этим вопросом. Государственный чиновник так разговаривать не может, это гопники на улице могут так говорить, он не имеет права так разговаривать. Абвв, ас-салам алейкум, ну вот, на самом интересном месте я оборвал первую часть, и все-таки, а кто такой ваххабит? Абв, ас-салам, это, об этом мы узнаем во второй части, будет, иншаллах, вторая часть.